Значит, вторая доработка мотоблока. Мотоблок ходил исправно, уже я не помню сколько лет. Сделал я ему редуктор, то есть уменьшил ход. На основную ось мотоблока звёздочка с приваренная звёздочка и на болт. На дополнительную ось звёздочка большая со втулочкой, то же самое на болту. Здесь в лиду 76 труба разрезана, разрезана, подшипники два штуки стоят, зажата, обварена. Ось тридцатки с прутка, да? Да, ось тридцатки с прутка. Вот заранее просверлена, под эти, чтобы не мешалось, вон она, вон сколько не доходит в колесо. И здесь тоже самое, столько же не доходит. С другой стороны, вот отсюда смотри, пожалуйста. Как она крепится? Раз, два, три болта между пластинами, сорок пятый уголок. В уголке два отверстия, два болта и уголки. Два болта М8. Это швеллер восьмой. Ну, заранее посчитал, как согнуть его, проварил. Просверлил два отверстия и вот штатное отверстие. Мотоблока чуть длиннее болта и вопросов нет никаких. Идеально стоит жёстко, крепко. Ну, это вот для натяжения, для натяжения, потому что две пластины в одной пазы, во второй нет. Для натяжения цепи. Вот она. Натягивает цепь, всё отлично работает. Есть необходимость мне бароновать не на тракторку, а на мотоблоке. Допустим, небольшой участок, на нём крутится, там замучивается. Когда весь огород баранует, другое дело. Вот, колёсико поставил сюда. Веду одной рукой его в сторонке, сзади баронка. Всё, вопросов нет. Прекрасно работает. Чтобы избавиться от колорадского жука, пришлось сделать вот такую приспособность. Не от колорадского жука, в руку. От проволоки. Он одолел тут всех. Это тоже личинка жука. Ну да, но не колорадского только. Тут всё просто. Просто кросстейн под канистру. Вот эту штучку сделал, просверлил, сажается. И вот опускается трубочка. Вот эта флор-виниловая трубочка опускается вот сюда при фрезеровании. И вносится нашатырный спирт, разведённый с водой, разумеется. Вот, где-то порядка 50 грамм на литр. Прилично капать. Не литься, а капать прилично. Быстрая капка. Да, быстрая-быстрая капка. Таким образом я избавился от проволочек.